Переговоры по освобождению. Что освобождение? Ребята у меня в гостях были. Они отгуляли на мой день рождения. Ну пришлось задержаться. Они рано приехали. Отгуляли на мой день рождения 2 мая. И 3 мая поехали домой. Все нормально. Что-то перепутали. Рано приехали. Понял? Можете спросить у любого из офицеров, которые были здесь. Мы договорились о том, что они мои гости. И я обеспечивал максимум комфорта, который мог обеспечить здесь. И безопасность пребывания. Когда была угроза обстрела градом, я, как говорится, пришел к ним и попросил переместиться в подвал, поскольку там безопаснее. И когда угроза отпала, мы поднялись так же само наверх. Я считаю, что я в лице этих офицеров получил новых друзей. Вот и все. Так что не надо их связывать ни с военнопленными. Тем более мы отпустили всех. Включая украинских офицеров. И вы договорились с одним из немцев, что после этого вы встретитесь на... Я всем сказал. Я всем сказал, да, да. Что потом война закончится, приезжайте. Я не согласен. И они сказали, что мы поедем к себе домой когда, мы всем расскажем, кто вы, за что вы воюете. Потому что люди больше знают. Потому что те крохи, которые о нас подают средства массовой информации украинские, это ложь. Ложь и еще раз ложь. Но им с тобой же не очень удобно здесь работать. Говорили бы правду, работали бы. Как и все остальные ваши коллеги. Говорят нормально, рассказывают правду, вопросов нет. Только сбрыхал, до свидания. Мы с такими не общаемся. Ибо обман, это не наше. Мы его не любим. Последнее, как вы описывали сейчас ситуацию в городе Славянск?